Точки на новом режиме, скорее всего, будут захватываться нас просто по времени. Всем привет, ребятки! С вами Слай! Сейчас мы поговорим по поводу нового режима, который уже всем скоро появится на сервере Vine World. И данный режим будет называться Clash Point. Данное название я уже не раз использовал в своих роликах и стримах. И, наконец-таки, вышло официальное подтверждение от администратора Vine World в их группе ВКонтакте. Там они написали, что только что произошло глобальное обновление. Во фиксели довольно много различных багов. Ну и, наконец-таки, ребятки, они уточнили название данной игры. Думаю, вы уже видели мой прошлый ролик, и поэтому, ребятки, те самые достижения, которые вы там до этого видели, мне кажется, можно отнести, ребятки, к серии пасхалочек, которые помогли бы нам, ребятки, конечно же, побыстрее узнать о данном режиме. Кстати, в пасхалочках, ребятки, мы там могли увидеть, что данный режим будет довольно сильно похож на Sky Wars вместе с Bad Wars. Там придется захватывать точки. И думаю, ребятки, что эта информация также у нас подтвердится, учитывая, что данный режим будет уже точно называться Clash Point. И в нем будем, как видно из названия, ребятки, просто брать и сражаться между точками ресурсов. Учать их, захватывать себе в итоге различные источники золота и различных других, возможно, ценных, драгоценных ресурсиков, ребятки. И в итоге закупаться, скорее всего, опять-таки, в нашем магазине. Но на этот раз он, скорее всего, будет виртуальным, нежели, ребятки, локальным, как раньше все это было сделано у нас через жителей. Теперь мы будем носить его сами. Кстати, скидываем пока что еще одного игрока, который просто не долетает нас до центра. Хотя он, по-моему, долетел. Ладно, мы считаем, вот здесь быстренько зппшим, ребятки, самостоятельно вручную. Вот здесь вот, давайте его заберем. Он и у нас падает. Крипер пока что у нас отдохнет, ребятки. Ну, мы отправимся, думаю, дальше лутаться нашим центральным островком. Вместе с курочками, вместе с GPS-трекером, ну и различными другими бонусами вместе с этим игроком. Ребятки, давайте его здесь скидываем. В итоге попадаем по нему. Скидываем нашего игрока вместе с шипами. Он нам наносит даже немного урона. Но все же, ребятки, это нам, конечно же, здесь у нас совершенно никак не помешает. Получаем здесь вот такие яблоки, зелья, лечение. Ну и отправляемся уже дальше у нас выигрывать наш Sky Wars. Кстати, в данном режиме будет довольно много похожего, ребятки, у нас на Бэдварс. Как я уже говорил, там у нас будет золото. Ну и, конечно же, там у нас, скорее всего, будут, ребятки, команды, которые будут сражаться друг с другом. Однако, в отличие от Бэдварса, там мы будем выживать, скорее всего, ребятки на время. И за это определенное время нам будет необходимо захватить какое-то количество ресурсов. То есть, это будет такой вот непонятный режим смеси Гангейма. Также, одновременно, ребятки, возможно, Sky Wars и Бэдварса. Пока что точно сложно говорить, на самом деле, насчет данного режима. Однако, лично в моем представлении, данный режим будет нас совмещать одновременно и Гангейм, в котором мы будем просто, ребятки, учить определенное количество очков. То есть, мы будем собирать себе какие-то поинты дополнительные. Ну и, в итоге, просто в таблице лидеров выходить, скажем, на одно из четырех мест. Я не уверен, сколько будет команд, но, судя по количеству игроков в одной игре, их будет примерно около четырех. Кстати, очевидки, вы можете пока что представить меня в прошлом нашем ролике. Ссылочка будет справа вверху у экрана. Под тем роликом вы уже собрали, ребятки, 600 лайков. Это очень много для меня. И спасибо вам огромное за поддержку моего канала. Потому что ваши лайки постоянно меня мотивируют снимать новые ролики. И, к слову, ребятки, историю насчет нашего Скайблока я расскажу уже в следующем нашем ролике, как раз-таки по Скайблоку. Я не буду ее рассказывать, мне кажется, в ролике по Скайблоку, потому что это просто будет, наверное, не очень правильно. Теперь мы золотаем наши вещи и отправимся, наверное, к последнему игроку. Нас остается, в итоге, двое. У нас остается где-то на своем островке. Ну и, думаю, на центральном острове сейчас у нас появится хотя бы один Эндерпёрл для того, чтобы до него добраться. Ладно, в итоге мы его здесь не получаем. Получаем здесь себе классную указочку на защиту. Один. Получаем здесь себе также стрелы, немного еды. Ну и, собственно, ребятки, по-моему, сейчас отправимся к этому игроку без каких-либо нормальных вещей. Что у нас пока что по компасу? Давайте посмотрим. Он у нас располагается, явно, ребятки, на том островке. Или нет, он располагается перед нами. Как видите, вон наш, как раз, кириллядкий сламик, которого мы сейчас здесь у нас и будем забирать. Он у нас располагается довольно далеко. И, думаю, нам стоит пока что подняться немного выше. И вот просто к нему вот таким вот образом, ребятки, сейчас отправиться ближе к его островку. Он там у нас располагается, уже ждет нас. Сейчас, наверное, будет нас скидывать здесь удочкой. И мы, конечно же, ребятки, сейчас с ним здесь у нас расправимся. В итоге скидываем его. У нас, в итоге, падает. Ну и мы выигрываем нашу первую катушку. Отправляемся, наконец-таки, в Бэдварс, чтобы продолжить нашу историю. Ну и узнать, когда же данный режим появится на сервере Ваймворлд. Итак, мы продолжаем нашу игру на карте Блайз. Ну и на этот раз, ребятки, наверное, все-таки решим, когда же должен выйти данный режим. Учитывая, что сегодня у нас, 25 апреля, нам, наконец-таки, анонсировали название данного режима и пофиксили множество багов, то, мне кажется, ребятки, следующее обновление выйдет не раньше, чем через неделю после текущего. И в текущем обновлении, на самом деле, ребятки, кроме фикса багов, вообще ничего у нас не произошло. Так что, можно считать его, наверное, не самым важным. Тем временем, можно закупить сейчас, ребятки, пока что кучу мостиков. Но и отправиться, думаю, уже ближе к нашему центру. Закупаем их. Приобретаем здесь себе также еще немного блоков, чтобы потом отправиться, ребятки, там уже у нас на центре не застрелить. Но и отправляемся уже к нему, ребятки, сюда строятся. По моему мнению, новый режим должен выйти примерно через неделю, либо же даже больше. И я думаю, что он выйдет, ребятки, не раньше, чем в середине мая. На сервере Вайн Ворлд, скорее всего, будет у нас. И один к нему также добавится различные другие обновления с новыми картами, скажем, для какого-то другого режима типа Скайварса. Либо же данный режим будет просто очень масштабным. И в связи с этим новые карты добавляться у нас не будут. Как вы, думаю, помните, ребятки, при вводе Бедварс Квика, если я не ошибаюсь, у нас были добавлены сразу же новые карты. Поэтому администраторам стоит подготовиться сразу же, мне кажется, к новому режиму, ребятки. Ну и подготовить несколько карт для того, чтобы в будущем сразу же запилить еще одно обновление. Чтобы, конечно же, подогреть интерес своих игроков к новому режиму. Так, отправляемся теперь, ребятки, обратненько на наш остров. Сейчас будем спасаться. Ну и думаю, у нас сейчас все получится. К нам сюда пока что не идут игроки. И поэтому, мне кажется, мы сейчас можем здесь вот так вот подняться, ребятки, спокойненько. И заутаться уже на нашего замечательного жителя. Покупаем у него классный мяч, ребятки, за наше золото. Все, мы его наконец-таки приобрели. который маску и сейчас алмазом закупаете и так же пока все жители здесь также еще наверно сет бронин фуловый� кого-то и ставить здесь обратил давайте этилятки забирали его от и умас падает и нет не разбиваться ну пусть живет хорошо пусть пока что живет ребятки спасается на свою база пусть покажут иrendo сбегает но мы закупим сейчас три много мостиков на и позже вы здесь на сродorgt уividся играет в красной команде так что мне кажется он наш ним совершенно не будет так уставьте contrast Также мостики. Кирачка нам здесь уже не пригодится, ребятки. Кстати, меч нам не пригодится. Кстати, кирка у нас, оказывается, была. Я думала, чтобы сначала его смотрите,ienza не будет. Но, оказывается, она у нас здесь уже была приобретена. Поэтому еще она пригодится. Постараемся сломать кровать соперника немного быстрее, чем без нее. Так, забираем снимки пока что такую небольшую оборону для нашей кроватки. Ребятки, отправляем обратно к нашему центру. На котором, кстати, уже там был у нас игрок. Кстати, я не знаю, как он здесь пропался. Окей, давайте здесь пока что, ребятки. Пробежим. Я чуть только что не упал. Хорошо, я даже застрелился от того, что только что испугался здесь. И красный игрок, ребятки, только что вышел. Так что мы остаемся здесь у нас сейчас втроём. Прочитаем игрока из синей. И также есть жёлтый командный. Забираем из КБК, что жёлтенького. Он, в итоге, сейчас, наверное, вылетит отсюда. И потеряет все свои ценные ресурсы. Отправляемся к нему, ребятки. Скидываем его дальше. Он всё ещё надеется, видимо, на то, что здесь у нас неплохо залутается. Ну и сейчас мы его здесь у нас будем скидывать. Так, скидываем его дальше. В итоге забиваем, серьёзно. Мы его только что, ребятки, забили буквально с одного удара нашего меча Отличнейший меч, отличнейший жёлтый игрок, который только что, ребятки, потерял все свои ресурсы И давайте, наверное, отправимся к нему быстренько, ребятки, зарашим его базу Кстати, если вам понравился данный ролик, то, пожалуйста, ребятки, не забудьте ставить свой лайк Чтобы я также продолжал делать разговорные ролики по поводу новых режимов Потому что я не уверен, что они вам интересны Однако под прошлым роликом вы собрали сразу же 600 лайков И поэтому я просто не мог оставить вас без ещё одного небольшого ролика по поводу данного нового обновления Новый режим, скорее всего, ребятки, у нас не встречался ещё ни на одном сервере Вайнкрафта Поэтому он будет совершенно уникальным Игрокам мы в итоге забираем, ребятки, ну и выигрываем ещё одну нашу каточку Чтобы отправиться снова на наш режим, снова в Бэдвардсквик Ну и напоследок мы сейчас выпьем чая на карте Теопар Забираем снова железо и постараемся на данной карте построить идеальную карту для нашего Клэшпоинта На нём мы будем спаиваться на рандомных точках, не на этих островах Данные острова будут использоваться у нас для спавна ресурсов И также просто для того, чтобы мы захватывали точки Сами чашечки, ребятки, будут нас, конечно же, менять цвет, чтобы все знали, какой команде они у нас принадлежат Мы сейчас лутаем себе здесь пока что немного наших массов Ну и давайте, ребятки, наверное, отправимся ближе к центру данной карты Закупаемся у нашего жителя блоками Всё, блоки готовы, ну и думаю, можно отправиться уже, ребятки, поближе к нашему центральному чайнику У которого, кстати, и будет спавн золото Я уверен, что их будет не так много и, скорее всего, золото будет спавнен с нас ближе к центру Ну а соседние острова мы будем просто захватывать Забираем здесь золото Оно нам здесь ещё потребуется для того, чтобы построить здесь идеальную карту То есть полностью застроить здесь какими-нибудь блоками Потому что мы там вряд ли будем падать на данном режиме Однако, всё же там есть учебочка насчёт того, чтобы скинуть нескольких игроков Поэтому, скорее всего, ребятки, мы там также будем скидывать кого-либо В бездну, либо же, возможно, в лаву В общем, куда-то нам их всё-таки придётся там скидывать Но пока что мы это делать не будем И думаю, что всё-таки там будет довольно мало различных, ребятки, дырок у нас на этой карте Так, быстренько закупаемся ещё у нашего жителя пока что здесь у нас железом Собираем его, покупаем у него здесь довольно много наших мостов Но отправляемся обратно, чтобы застроить у нас полностью идеальный центр Так, отправляемся быстренько к этому игроку, ребятки Вот он у нас здесь пока что готовится, видимо, к ПВП с нами И сейчас мы его здесь, конечно же, ребятки, у нас быстренько забираем Всё, у нас в итоге сливается, мы получаем здесь себе в итоге ещё один килл В итоге у нас ставится мало ХП Но всё же мы выживаем, ребятки, получаем здесь снова себе центр Сейчас также ещё, наверное, мы его здесь пока что немного удерживаем Таким вот образом пока что спасаемся от зелёного игрока Который может нас здесь, по идее, добить своей рукой Не знаю, как он нас сейчас добьёт, но всё же Мы от него тут пока что немного обезопасились Ребятки, утащаемся дальше золотом Получаем здесь себе дополнительные ресурсы Получаем здесь себе время Получаем здесь себе также куча и куча зmlота И, кстати, точки на новом режиме, скорее всего, захватываются у нас просто Во времени, скажем, вы удерживаете просто точку 5 минут В итоге вы, ребятки, её получите себе во владение И потом сможете там пользоваться Так, отправляемся обратно в нашу базу Сейчас будем у ребятки дальше спасаться, честно, я надеюсь, у нас всё получится И мы, в итоге, здесь у нас закупимся нормальным оружием И, кстати, заберем, ребятки, этого игрока Который решил нас здесь зарашить В итоге мы его здесь у нас скидываем И сами сливаемся тоже здесь И, знаете, он не упал Он выжил, ребятки, он выживает у нас на данном режиме И вот таки его забираем рукой И все-таки мы смогли вот здесь у нас только что растащить Ребятки, даже просто самой обычной рукой Закупаемся дальше нашим мечом Покупаем здесь пока что самый простой, ребятки, нагрудник за 30 литочков Он тут, кстати, не сломал нам только что кровать Поэтому мы, видимо, ребятки, продолжаем нашу игру И сейчас постараемся, наверное, уже сами его там потом зарашить Забираем здесь себе также железком И готовимся уже к ПВП против данного игрока Так, закупаемся также, ребятки, нашего Жизни теперь, ребятки, набором за 18 литочков Покупаем его Одеваем фулл сет броник, кстати, нагрудник там будет немного получше Одеваем здесь себе, получаем здесь себе также еще немного мостов И отправляемся обратно к нашему центру Все, мне кажется, мы готовы сейчас у нас, ребятки, снова его захватить И на этот раз уже точно не отдать данный центр, ребятки Зеленому игроку из той самой команды А он, тем временем, ребятки, готовится у нас здесь снова выражить И в итоге сейчас, конечно же, ребятки, у нас здесь сольется Либо же нет, он все-таки отправляется к нам И вот он, ребятки, бежит на всех парах к нашей кроватке Давайте его здесь быстренько забираем Снова мы его забрали Я не знаю, как ему так везет, ребятки Но он уже какой раз сливается чисто в одной и той же игре В одном и том же месте, одной и той же команде, ребятки То есть нас забираем здесь теперь наше время Только посмотрите, какая эти пирамида из времени у нас организовалась Забираем здесь себе также еще немного золотца Готовимся, мне кажется, ребятки, снова закупать себе Классный алмазный меч против самого злого игрока данной игры А именно зеленого, который у нас здесь все еще, ребятки, надеется сломать Давайте закупимся у нашего жителя К нам пока что там никто вроде как, ребятки, не бежит Закупаемся у нашего жителя, ребятки, алмазным мечом Покупаем его Игрок все-таки решил к нам сейчас, ребятки, сюда прибежать Ну и давайте его здесь у нас, наверное, за пвпшем Он отправляется, ребятки, в итоге на поверхность Забираем мы его в итоге нашим мечом, ребятки Забираем его с трех ударов И давайте вот здесь у нас за пвпшем забираем В итоге его еще раз Я не знаю, зачем он сюда бежит Потому что он мог сломать тем временем уже команду желтых Но все же он надеется, видимо, сломать, ребятки, именно нас Покупаем себе здесь также еще кучу нашего железа Сейчас отправимся сломаем пока что до игрока Ну и далее будем застраивать, мне кажется, центр, ребятки При помощи целого стака наших мостиков Так, отправляемся к этому зеленому игроку Он все еще, ребятки, надеется, мне кажется На то, что он здесь сможет победить Кстати, там еще желтый строится Ой-ой-ой, ребятки, так посмотрите, сколько их здесь у нас в этой игре И все они собираются, по-моему, к нам сюда построятся Ну хорошо, давайте, ребятки, пока что, наверное, быстренько нас заберем Вот этого желтенького в этой каточке Забираем его Он отправляется в итоге куда-то в сторону, ребятки И, конечно же, вот здесь у нас отливается Забираем его Отправляемся обратно на нашу базу Кстати, он там, тем временем, ребятки, ломает нашу базу И зря он это сделал Очень зря, мне кажется, этот парниша, ребятки, только что разрушил нашу базу Потому что теперь мы сломаем, мне кажется, его кроватку И в итоге он останется у нас тоже без нее Так, отправляемся теперь, ребятки, на его островок Вот таким вот образом к нему простраиваемся Спрыгиваем его вот сюда И отправляемся уже к его кроватке Он, тем временем, мне кажется, ничего не подозревает Ребятки, ломаем ему кровать И получаем здесь себе также, наверное, сейчас пока что Парочку хилочек для нашего Слая, так, закупаем их у нашего жителя Ребятки, за железо, приобретаем кучу Эти хилочек, пьем пока что парочку из них, потому что у нас очень мало ХП, из-за того, игрока у нас там неплохо Прокотство, но все же мы тогда смогли его забрать И давайте сейчас, наверное, постараемся, ребятки Построить идеальную карту для данного нового режима Я не уверен, что у нас сейчас все получится, однако На новой карте у нас будет довольно много Мне кажется, ребятки, просто пространства для того, чтобы Проходить, скажем, до центра, поэтому построим здесь кучу Вот таких вот мостов, и, в принципе, данную карту полностью можно было застроить Этими вот блоками, ну и далее сделать несколько дырок для того, чтобы Скидывать игроков у нас для выполнения ачивочки Мне кажется, ребятки, это было просто идеальным вариантом для нас Мы тем временем постараемся еще также на центр Кстати, этот игрок пока что его, видимо, здесь не умолтал И он находится у нас на нашей базе, я просто уверен в этом Ладно, собираем золото, так что на центре у нас, скорее всего, будет какая-то оборона Которая нам будет помогать его удерживать Вместе с нашими тиммейтами, скорее всего, мы здесь Также, ребятки, будем у нас оборонять всякие различные точки Возможно, там, кстати, будет еще какая-то анимация блоков И за счет нее, кстати, данный режим, по идее, должен быть у нас гораздо лучше Думаю, вы знаете различные карты в Майнкрафте, которые, ребятки, у нас делают Различные, очень классные карты-делы И они обычно добавляют сюда очень много различных классных фишек Типа анимации, типа различных, ребятки, бонусов С передвигающимися блоками и различными всякими механизмами Так вот, мне кажется, если бы их добавили в новом режиме То они, ребятки, очень хорошо вписались Ну и на этом мы заканчиваем нашу игру И давайте теперь подведем небольшие итоги нашего ролика Новый режим будет называться Clash Point Выйдом примерно через 2 недели будет совмещать у нас одновременно И тематику Гангейма, и Бэд Варса И обычного Скай Варса сервера Вайм Ворлд Возможно, в нем будут различные анимации Потому что они ему сразу же, ребятки, помогут выбиться в топ Среди других мини-игр Ну и, конечно же, ребятки, не забудьте просто в комментариях Написать свои предположения по поводу нового режима Спасибо вам огромное за ваши лайки Ну и, конечно же, за подписочки, чтобы не пропускать мои ежедневные ролики в 10 часов утра На этом мы заканчиваем Всем удачи, всем хорошего настроения И всем пока До скорых встреч